И сейчас мы с вами поговорим об эволюции, и почему она такая тупая. Итак, доктор Кент Хоуэнт, прямо отсюда, из Пенсаколы, Флорида. Давайте поприветствуем. Хорошо, сын, спасибо. Итак, хорошо. Вот я снова здесь. Вы все уже здесь долго сидите. А ну-ка, давайте встанем, повернемся вокруг и сядем. Это учебный лагерь новобранцев, Анна Вичинка. Будет трудно. Мы рады всех вас видеть. Хорошо. Это у нас первый учебный лагерь для новобранцев, и мне приятно, как все Эрик организовал хорошо. Меня сегодня попросили говорить на тему, почему эволюция тупая, бестолковая, более легкой темы на планете, я не знаю. Итак, держите в уме, что цель нашего лагеря — это подготовить людей быть лучшими солдатами. Возможно, вы уже верите в сотворение, это прекрасно, но ваше ближнее — нет. В нашем деле здесь мы без всякого стыда за евангелизм. Я совершенно не против тех служений, которые дают вам образование, учат вас, отвечают на вопросы, я это тоже делаю. Однако без всяких извинений мы используем сотворение для евангелизации, чтобы спасались люди, и мы хотим вас натренировать для этой цели. Это главная цель, чтобы люди обратились, а не набить голову информацией. В сердце должно обратиться к Господу. Я не против движения разумный замысел. Хорошее служение, но я не являюсь их частью. Я просто хочу идти намного дальше, ко кресту, чтобы люди там спасались. Почему эволюция бестолковая? Итак, это не моя жена, это просто ее фотография. Мы живем здесь, в Пенсаколе, Флорида. Завтра вы все посетите нашу динозавр Лэнд, а я живу прямо там, на территории, в здании номер 2. Номер 3 это наши офисы, 4 это для исследований, 5 это музей. Также у меня есть трое детей, каждого по одному. У всех у них семьи, а собачка умерла. Да, я это сделал, свободен и успешно продвигаюсь к цели. Все шесть из них вокруг меня, и уже четыре внука есть. И для тех, кто не знает, скажу, это Божья награда за то, что вы своих детей не убили. Родители, придерживайтесь этого и в свое время получите вознаграждение. Все они со мной в деле и служат своими жизнями Богу, и я ни на что бы это не променял. У нас довольно интересное семейство. Меня спрашивают, сколько с вами работают людей? Я отвечаю, где-то половина. Иногда даже меньше. На самом деле у нас отличный коллектив. По-моему, где-то 45 человек. На самом деле я не знаю. Неважно. Могу еще парочку набрать. Итак, цель этого лагеря — снарядить, так сказать, дать пинка подать, чтобы люди делали что-то для Господа. Возможно, будем проводить это каждый год. Вы также сможете завтра заполнить анкету, чтобы узнать, нравится ли вам эта идея. Хотели провести это в сентябре, но тут слишком ветрено в это время. Поэтому и сместили немного график. Итак, завтра не забудьте. Есть две противоположные философии жизни — сотворение и эволюция. Эти два взгляда не могут быть более противоположны. Итак, если вы хотите быть хорошим воином, вам нужно знать врага, как он себя ведет, что у него в голове, его поведение. Кто из вас был в армии? В военном кто-то был здесь, а? Вспомните, это часть обучения. Также нужно, чтобы вы находились в правильных обстоятельствах, умели разобрать и собрать винтовку за 7 секунд, сделать несколько выпадов и тому подобное. Также вам будет необходимо знать оружие вашего врага. Нужно знать, во что он верит. Я уже принял участие в 92 дебатах в университетах, а мой первый был 16 лет назад. Меня попросили приехать на дебат в Западной Флориде. Я писал письма издателю местной газеты по поводу того, насколько бестолкова теория эволюции, потому что, прожив здесь всего лишь несколько месяцев, увидел статью «Найдены кости динозавров в Монтане 80 миллионов лет». Ну, я подумал, я тут новенький в городе, а местных тут обманывают. И я написал мое первое письмо издателю газеты. Да, кости были найдены в Монтане, но этим динозаврам не 80 миллионов лет назад. Они погибли во время Ноева потопа. И, похоже, тогда я застрелил священную корову. В течение полугода из местной газеты я получал огромное количество звонков. В конце концов, сотрудники университета меня пригласили на дебат. Они говорили, «Вы много пишете о сотворении. Приходите, дебатируйте с одним из наших профессоров». Ну, у меня никаких в жизни дебатов не было, кроме как с моей женой, и я все их проигрывал. Кто понимает, о чем я говорю? Угу. Я не очень тогда обрадовался, но я поехал. Там был профессор, он 20 лет преподавал эволюцию. Какой был тупой. Это был чистый погром. Сейчас я провел 92 дебата, и свыше 40 тысяч отказов я получил. Лицом к лицу люди отказываются со мной дебатировать. Я решил, что таки да, они действительно глупые, очень глупые. Эволюция — это дурость. Тем не менее, это серьёзнейшая доктрина. И не просто тупость, а опаснейшая религия в истории планеты Земля. Смотрите, если сотворение верно, Бог сотворил человека. Если же эволюция верна, человек сделал себе Бога. Если сотворение верно, человек принёс смерть в мир. Если эволюция верна, то смерть произвела человека в мир. Это не может быть более противоположно. Эволюция учит, что мы становимся лучше, и когда-то станем как боги. В моём видео номер пять я раскрываю опасности эволюции. В Эдемском саде сатана Еве сказал, что если вы вкусите от этого плода, вы станете как боги. Там началась идея эволюции. Бог сказал, сотворим человека по нашему образу, по нашему подобию. Сатана сказал, нет, вы сами по себе станете боги. Библия учит, что до потопа люди жили больше 900 лет. Я считаю, что многое можно познать за 900 лет. Немногие это понимают, но Адам говорил на всех языках в мире, потому что был один всего. Библия учит, что мы сотворены по образу Божьему и становимся хуже. Со временем сами по себе вещи не улучшаются, всё ухудшается. Если верно сотворение, то человек был сотворён по образу Божьему, был огромный, умный, без болезни и должен был жить вечно. Человек согрешил и всё испортил. Если эволюция верна, то человек эволюционировал из животного без всякого творца. Первый человек был маленький, глупый, плохо сконструированный, должен был умереть рано. И миллионы лет разных смертей привели человека в мир. Эти точки зрения полярно противоположны. Кто-то неправ. И мне приятно показать, кто. А как насчёт пещерного человека? Как он вписывается в эту картину? Мы учим детей это про дедушка. А возможно ли, что обезьяна, подобная тварь, превратится в человека? Хорошо, намного больше мы освещаем эту тему пещерного человека в нашем семинаре номер два. Вон там, под лестницей, можно на столе приобрести. Мне нравится задавать эволюционистам вопросы. Вот, например, насколько мы знаем, это самая большая в мире рок-группа. От английского рок-скала. Думаете ли вы, что это возможно, что лицо Джорджа Вашингтона появилось на скале само по себе? Может, ветер это сделал? Или это результат абразии, или эрозии, отслоения, термической экспансии скалы? Что привело к появлению лица на скале? И они отвечают, это конструктор Борглом, долгое время трудился. Но теперь, ребята, вы верите, что Джордж Вашингтон сам, то есть оригинальный, настоящий Джордж Вашингтон, с 50 триллионами клеток в теле и 20 взаимозависимыми системами, вы верите, что реальный Джордж получился в результате случая? Они говорят, да. Я говорю, подождите, лицо на скале не само по себе, а вся эта сложная анатомия в результате случая? А ещё в какой-то области Вы бестолковы? Не должен ли быть творец для этого? А как насчёт простого автомобиля? Есть ли конструктор? Или случай произвёл? Хотя это ничто по сравнению с единственной клеткой Вашего тела. Да хотя бы простая коробка может эволюционировать. Посмотрев мои семинары, автор Джой выпустил книжку, такая хорошая книжка, и там вопрос, а кастрюля могла эволюционировать? А иголка могла, на которой Вы зашиваете дырки? На простых вещах, понятно, не могут. Дезокси и бонуклеиновая кислота, ДНК, самая сложная молекула во всей Вселенной. Невероятно сложная эта ДНК. А если конструктор её? Или она результат случая? Вот электронные часы Кассио, 300 телефонных номеров, калькулятор, секундомер, таймер, а также будильник. Не говорящее время, надо об этом позаботиться. Это удивительный механизм. И Вы думаете, что он мог появиться случайно? Вам не нужно видеть конструктора, чтобы верить в его существование. Сами по себе часы — доказательство, что есть конструктор часов. Смешно, что эволюция отрицает создателя, создавая свои аргументы. Майкл Бехи выпустил замечательную книгу под названием «Дизайн». Это про клетки в наших телах. Целая глава посвящена волоску одной лишь бактерии. Один единственный волосок бактерии потрясающе сложный. Он присоединен к крошечному мотору, а моторчик — в коже бактерии. Моторчик делает 100 000 оборотов в минуту. Завтра в «Динозавр Лэнде» вы сможете увидеть модель. Этот моторчик такой крошечный, что на торце вашего волоса поместится 8 миллионов таких. 100 000 оборотов в минуту. И он такой мощный, что он позволяет этой бактерии плыть, как если бы человек плыл со скоростью 60 км в час через масло, то есть крем. Вот такая мощность. Это просто феноменально. И вы думаете, это результат случая? Приходите завтра посмотреть модель. Тот, кто модель сделал, он собирался быть сегодня здесь. А кто-то с Канады сделал модель трансмиссии. Кто-то здесь с Канады есть? Эй, эй. Кто там с Канады? Канадцы? Ага, хорошо. А не думаете ли вы, что у этих моделей есть создатели? Я имею в виду, что даже у модели есть модельер. И для этого требуется немало ума. Однако же это все детские игры по сравнению с реальными вещами. Должен быть создатель. Хорошо? Вот камень, но на его стороне есть какие-то вырезанные рисунки. Мы все согласимся, что сам по себе камень — это ничто, часть природы. Но как насчет рисунков? Никто даже с половиной мозгов не скажет, что это результат эрозии. Конечно, нет. «Кто-то сделал». Если вы видите сложенное в определенном порядке камня, разумный вывод «Кто-то сложил». Или если вы гуляете в лесу и видите картину, висящую на дереве, вы оборачиваетесь вокруг, нет людей, нет следов, вы начинаете кричать «Ау, кто-то есть?». И если вы не видите никаких следов, что кто-либо когда-либо здесь был, то какой вывод вы сделаете? Кто-то нарисовал картину, правда? Сама картина — доказательство существования художника. Или может динозавр Лен делал случай, а ветер подул, и все вдруг собралось? Могу вас уверить, было совсем по-другому. Все в этом мире — свидетельство разумного Творца. Как насчет младенца? Его кто-то сделал, или он случайным образом возник? Позиция сотворения говорит, что 6 тысяч лет назад Бог все сотворил. 4400 лет назад был Великий Потоп. Человек по имени Ной построил Большой Ковчег, и вне Ковчега цена на недвижимость упала к нулю. И если вы не можете долго держаться на воде, у вас проблемы. Эволюция рассказывает, что 20 миллиардов лет назад ничто взорвалось и произвело все. Наверняка кто-то неправ, а кто-то спрашивает, а может быть, третья позиция есть? Может быть, Бог использовал эволюцию? В таком случае он глупый, расточительный, жестокий, а также лжец. Это не Бог, описанный в Библии. Жак Монад сказал, что естественный отбор — это жестокий способ, и слепой в процессе созданий новых видов и организмов. Это ужасный процесс. Он сказал, что идеальное общество — это там, где слабый, защищен, нет отбора. Это полностью противоположно так называемому закону природы. Я удивлен, что некоторые христиане считают, что Бог использовал эволюцию. Зачем обвинять и впытывать Бога в этот процесс? Это низкий, подлый, ужасный, мерзкий процесс, и доказательств, в конце концов, эволюции нет. И почему я должен взять свою совершенную Библию, неверность которой никто не доказал, и поменять её на тупую идею, истинность которой никто не доказал? Эволюция безумна. Я покажу, почему. Журнал Discovery. Куда мы движемся? Прямиком в ад, если не спасены. Глупый. Определение в словаре. Отсутствие нормального рассудка. Дорость. Глупая идея. Я коллекционирую учебники. Если завтра посетите нас, сотни увидите. Моя жена говорит слишком много. У меня не все. Как же может быть слишком много? Вот когда все, и плюс ещё немножко, тогда лишок. Слишком. Ричард Докинс сказал абсолютно безопасно утверждать, что если вы встретите кого-то, кто не верит в эволюцию, он глупый, злой или безумный. Нужно дать определение эволюции, если вы хотите быть хорошим солдатом. Потому что происходит реальная война. Нужно давать хорошее определение тому, о чём вы говорите. За 15 лет я видел по крайней мере 9 штатов, пытающихся привнести сотворение в школу или выдворить эволюцию из школы или дать равное время. И все они направляют действия не в ту сторону. Это не работает. Даже то, что происходит в Канзасе, и меня это радует, не работает. Простое решение. Нужно определить, о чём вы говорите. Они не определяются. Алабама хорошо поступила, выпустив новый учебник. Потому что они разделили эволюцию на несколько разновидностей. Кто-то спрашивает, «Ты в эволюцию веришь?» О, я провожу дебаты на эту тему. Первое, что я делаю, определяемся. Есть космическая эволюция, происхождение пространства, времени и материи. Откуда время? Откуда появилась материя? А пространство? Вы знаете, что все эти три должны начать существовать одновременно. Если у тебя есть материя, но нет пространства, куда ты её поместишь? Если у тебя есть и пространство, и материя, но нет времени, когда ты это сделаешь? Всё должно возникнуть одновременно. Бог это сделал, сказав. Бог даёт на это ответ в семи словах. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вначале — это время. Землю — это материя. Небо — это пространство. Все три возникли сразу. По-другому и быть не может. Во-вторых, у нас есть химическая эволюция. Это эволюция всех химических элементов из водорода. Эволюция говорит, что большой взрыв произвёл водород, а потом оттуда появились все элементы. Итак, вы верите, что уран произошёл из водорода? В-третьих, есть звёздная эволюция. Откуда звёзды все произошли? Никто никогда не видел появления новой звезды. Однако, взглянув на небо, мы увидим множество звёзд. По последним подсчётам, их столько, что каждый житель планеты может иметь 11 триллионов звёзд для себя. Это те, о которых мы знаем. Мы не знаем о тех, о которых мы не знаем. В-четвёртых, это органическая эволюция, появление жизни из неживой материи. Никто не знает, как это произошло. Пятое — макроэволюция. Животные изменяются в совершенно другие виды. Никто не видел, как из собаки получается не собака. А учебники говорят, что мы произошли от чего-то типа беспозвоночного. Вот как, например, здесь. 3,4 миллиона лет назад предки современных людей, и они показывают нашим детям морскую звезду. Вот журнал Discovery пару месяцев назад. Был ли ваш предок морская губка? Вот ваш предок. Папа. Учебник говорит, люди, птицы и крокодилы имеют общего предка. Извините, это дурость, неправда, отсутствие нормального рассудка. А вот в этом говорится, все известные виды и формы жизни на Земле произошли от одного предка, то есть примитивного одноклеточного организма. О, мы все произошли от бактерий или амебы. Извините, это отсутствие нормального рассудка. Глупо верить в это. Голубой кит набирает 49 тонн за год. Уже большой малыш в первый день рождения. Скорость роста такова. В 30 миллиардов раз от начальной точки. Если бы это было с людьми, они бы весили много. А они говорят, что голубой кит эволюционировал из бактерии. Это тупость. Морской конек, интересная тварь. Единственная рыба, плавающая в вертикальной позиции. И самец высиживает яйца. Замечательная идея, подумали женщины. Мне нравится, что говорит Дэйв Ривер. Он говорит во всех высших учебных заведениях страны, «Этому миру нужен один беременный подросток-парень». Это точно замедлит проблему. Итак, откуда эволюционировал морской конек? Кто его предок? О, его предок — это Амеба. Извиняюсь, это глупо. Творец. Кашелот ныряет на 3 километра и находится там 2 часа. Там давление около 900 тысяч килограмм на квадратный метр. Если бы кашелот медленно, миллионы лет приобретал эту способность, то он бы не выжил. Они бы все вымерли. Пока один не додумался бы и не нырнул. И кашелот произошел от бактерии. Извините, это тупость. Нельзя так сказать. Это безумие. А утконос, от кого эволюционировал? У него есть волосы, он откладывает яйца, чувствует электрические импульсы в мышцах своей жертвы и воспитывает своих младенцев. Как он научился чувствовать те импульсы в жертвах? И также он воспитывает и выращивает своих детенышей. У него много странных особенностей. Кто был предок утконоса? О, это была Амеба. Извините, это бред. Должен быть творец. Бутылка нос ныряет на тысячу километров за две минуты примерно. Человек, дерзнувшись делать это, пожнет много проблем со здоровьем и умрет почти мгновенно. Если бы эти бутылки носа медленно эволюционировали, никто бы из них не выжил, умерли бы все. Итак, кто его предок? О, Амеба. Это то, чему учебники учат наших детей в школах. Глупость. Да? Жук-носорог поднимает в 850 раз тяжелее себя. Все равно, что я подниму 7700 килограмм. Откуда этот жук? Кто его предок? О, Амеба. Извините, это отсутствие нормального рассудка. Его бог создал. Жираф удивительное животное. Его сердце 70 сантиметров в длину. Оно качает кровь наверх в голову. И вот жираф нагнулся попить водички, а потом резко голову поднимает, потому что лев идет. У него голова не окружится. Попробуйте-ка поднять свою голову на 5 метров за пару секунд. Один атеист сказал, у них длинная шея, чтобы дотягиваться до деревьев. Я говорю, нет, у них длинная шея, чтобы дотягиваться до воды, попить, потому что, знаете, у него также длинные ноги. Что бы было, если бы он успел эволюционировать себе длинные ноги, но не шею? Он бы вымер, пытаясь попить. Да. Жираф имеет специальную сеть кровеносных сосудов, позволяющая аккумулировать кровь вокруг мозга, чтобы она не выстреливала под давлением из ушей, например. Эта сеть гасит давление, когда он нагинается попить, а при поднятии головы он получает двойную или тройную порцию кислорода, необходимую, например, при убегании от льва. За миллионы лет все жирафы вымерли, потому что их съели львы, потому что жирафы не смогли снабдить себя достаточным кислородом. Атомиобы произошли. Извините, это глупо, дворец создал. Язык дятла изумительный. На первом дебате в Западной Флориде меня спросили, можно ли послать мне 30 вопросов от их профессоров? А я бы в свою очередь задал 30 вопросов им. И на основе этих вопросов мы организуем дискуссию. Я сказал, хорошо. Неплохая идея. Один из моих вопросов был про язык дятла. Он огибает затылок, проходит через левую ноздрю и вверх левой брови. А как это эволюционировало? И где доказательства его предков? Этот вопрос не был поднят на той дискуссии. Куда он делся? Совы имеют глаза цилиндрической формы. Они не круглые, они цилиндрические, как банки. И совы не могут двигать своими глазами, не могут вращать их в орбитах. Они там закрепощены. Они реально представляют собой маленькие телескопы. Если сова хочет на что-то взглянуть, то ей нужно всю голову поворачивать. И если она на тебя смотрит, то действительно на тебя смотрит. Глаза совы цилиндрические, а почти у всех остальных птиц круглые. И они могут ими вращать в своей голове так же, как вы. Итак, в своем вопросе я сказал, как сова приобрела себе цилиндрические глаза из сферических глаз? И как она могла смотреть на промежуточном этапе? И где вообще вещественные доказательства, что это когда-либо было? И этот вопрос также не был озвучен. И в конце дебатов я понял, ни один из моих вопросов не был озвучен. Я не знаю, куда они их дели, но они исчезли, не появившись. Язык дятла изумительный. Вначале дятел слышит движение жучков в дереве, пробивает дырку, потом он в эту дырку засовывает свой язык и проталкивает вниз, и прокалывает жуков, и затем вытягивает его назад в свой рот. У него есть небольшие колючки на конце языка. Один парень сказал, «О, у моей тёщи тоже есть». У дятла есть специальная жидкость вокруг мозга, и когда дятел долбит дерево, его мозг там не трясётся в черепе. Это специальная амортизирующая жидкость. А как она эволюционировала? Как научился первый дятел продолбливать дырку в дереве, просовывать туда язык и зацеплять насекомое? Как он научился? «О, да пойми, что они все от амёбы произошли». «Ага». «Извините, это глупость, я в это не верю». Бобры — потрясающие животные. У них есть специальные ступни и самозатачивающиеся зубы. У нас в музее вы можете увидеть череп бобра. Внешняя часть зуба твёрдая и прочная, внутренняя же, мягкая, мясистая. И всякий раз, когда он жуёт, внутренняя часть понемногу откалывается, что и поддерживает зуб острым. Самозатачивающиеся зубы. А это как эволюционировало? Ну, из-за мёбы. Извините. Это дурь. Хорошо. Тихоокеанская золотая ржанка улетает на Аляску, откладывает там яйца, набирает 70 граммов жира, затем летит на Гавайи 88 часов без остановок. Проблема в том, что они сжигают один грамм жира за один час. Сами по себе они в принципе туда долететь не могут. Они летят в форме английской буквы V, то есть углом, примерно как гуси. Птица-лидер сжигает грамм за час, остальные нет, потому что они летят в турбулентном следе, что обеспечивает дополнительную движущую силу. Поэтому они летят 88 часов на Гавайи за 70 грамм за час, а лидеры меняются. Невероятно. И затем, то есть они высиживают яйца, выращивают птенцов до определенного размера и летят на Гавайи. Неплохая идея, между прочим. Оставляют детей. Две недели спустя малыши летят на Гавайи. Они никогда не были на Гавайях. Откуда они знают, как туда попасть? Знаете, они все произошли от амебы. Да, 4 миллиарда. Извините, это бред. А знаете, стрекозы поразительны. У них самые лучшие глаза из всех насекомых в мире. 30 тысяч линз на глазе, которые смотрят во все направления одновременно. Как ее мозг справляется со всей этой информацией, я не знаю. Люди говорят, я бы хотел иметь такие глаза на своем затылке. Но насколько жизнь усложнится, вы понимаете? Мне нравятся вопросы Денниса. Если бы ваши колени были в другую сторону, как выглядели бы стулья? Я был удивлен. Большинство из вас не знает Денниса Свифта. Много у него интересных вопросов и идей в голове. Завтра вы многое услышите. Мы встречались на нескольких конференциях, разговаривали. Потом я рекомендовал с ним познакомиться. Это действительно что-то. Стрекоза может лететь вперед и назад, как вертолет. Вы просто будете поражены, если изучите полет стрекозы. От одного до двух лет они в состоянии личинки. Кто предок стрекозы? Итак, дети, конечно же, амеба. Этому будут учить детей. Может быть, ваши дети не ходят в общественную школу, но соседские ходят. Вот ваше поле деятельности. Ваше назначение. Идите, разрешите проблему. Вы можете не изменить школу, но детей можете. Иисус не тратил время на изменения Римской империи. Он шел к людям от одного к другому. Без отпуска. Если бы христиане это тоже поняли, не пытайся изменить Римскую империю. Иди за людьми. Обращай их. Мы распространяем замечательное видео «Удивительные животные, которые разрушают эволюцию». Там, на столе, можно взять. Мы делаем попытки привлечь автора этой книги посетить нас. Это хороший мой друг, и я думаю, в следующем году он приедет на этот тренировочный лагерь. Бог не может лгать. Он обещал. Всякий, кто призовет имя Господня, спасется. А вот это мудро. 36 лет назад я сказал, «Господь, я грешник». Он сказал, «Больше так не говори». Я сказал, «Господь, я верю, что ты умер за меня. Прости меня и спаси меня». А вы это сделали? Если вы не уверены, что идете на небо, мы хотим, чтобы вы записались. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Он — единственный путь на небо, другого нет. Если вы об этом хотите больше узнать, то, увидев кого-то в таких вот футболках, дайте знать о себе или мне дайте знать. Уже завтра вы будете у нас собирать сливы. Спасибо, что посетили тренировочный лагерь. АПЛОДИСМЕНТЫ